Здравствуйте! Сегодня рассмотрим задачи по геометрии второй части ОГЕ. Нам дан треугольник АБС бисектриса БЕ перпендикулярна к медиане АД и они равны 160. Рассмотрим сначала треугольник АБД. Здесь у нас БЕ является высотой и бисектрисой. Значит, этот треугольник у нас равнобедренный. То есть АБ равно БД еще ДЦ. Если она равнобедренная, то высота и бисектриса еще и является медианой. Обозначим здесь точкой К. И АК равно КД. Так, сначала АБ равно БД, так как треугольник АБД равнобедренный. Тогда АК, АД у нас 160, АК 80, половина КД тоже 80. Нужно построить, достроить до большого треугольника так, чтобы АД была параллельна этой стороне. Здесь обозначим буквой Ф. Продолжим БЕ до пересечения ФС. Обозначим Ж. Так как они параллельны, АД параллельен ФС, то здесь тоже прямой угол. То есть БД является высотой треугольника ФБС. И так как они параллельны, она и является еще медианой. И наш треугольник ФБС тоже равнобедренный. Следующее. Так. Заметим, что точкой Е это пересечение медиан БДЖИ и АС. Так как является точкой пересечения медиан, то отношение ЕДЖИ на БЕ, ЕДЖ на БЕ, равно 1 к 2. БЕ у нас известен. БЕ 160. Отсюда ЕДЖИ. 80. У нас АД, это средняя линия треугольника ФБС. Тогда ФС два раза больше АД. ФС равно 160, умноженное на 2. Это 320. Рассмотрим треугольник ГБС. ГС у нас это половина ФС, а БДЖИ. Рассмотрим треугольник ГБДЖИ равно. БДЖИ это сумма БЕ и ЕДЖИ. То есть это 160 плюс 80. 240. Найдем БЦ. БДЖИ в треугольнике БДЖИ это гипотенуза. То есть БДЖИ в квадрате плюс БДЖИ квадрат равно БДЖИ квадрат плюс ГДЖИ в квадрате. БДЖИ 240 плюс ГДЖИ это 160. Отсюда вынесем 80 в квадрате. Здесь остается 3 в квадрате. Здесь 2 в квадрате. То есть 9 плюс 4 это 13. Таким образом БЦ равно 80 корень из 13. Следующий найдем АЦ. Здесь заметим, что треугольник АКЕ подобен треугольнику СЖЕ. Эти треугольники подобны по двум углам. Здесь углы вертикальные и по этим прямым углам. то есть угол АЕК равно углу СЕЖ. Угол АКЕ равно углу ЕГС. и равны 90 градусу. Эти углы прямые. АК равно 80. ГС это 160. Отсюда сразу видно, что коэффициент подобия треугольников 2. Здесь у нас по условию 80. Тогда здесь получается 40. По теореме Пифагора найдем АЕ. АЕ в квадрате равно АК квадрат плюс КЕ в квадрате равно 80 квадрат плюс 40 квадрате. Отсюда 40 квадрат за скобку. В скобке остается 2 в квадрате плюс 1 или 5. Тогда АЕ равно 40 корень из 5. Так как коэффициент подобия 2, то ЕС равно 80 корень из 5. АС это сумма АЕС. АС равно 120 корень из 5. Нашли сторону АС, ВС. Теперь найдем АВ. Вначале мы уже сказали, что этот треугольник равнобедренный. Тогда у нас АВ равно ВД. А ВД это половина ВС. Так как АД у нас медиана. АВ равно ВС пополам. То есть 40 корень из 13. Так, и ВС. 80 корень из 13. Как мы видим, задачи по геометрии очень сложны. Здесь нужно использовать теорию. В данном случае свойства равнобедренного треугольника. подобие треугольников, теорему Пифагора и свойства пересечения медиан. Спасибо, до свидания. Добрый день, ребята. Меня зовут Елена Семеновна Перевознюк. Я учитель математики физико-технического лицея. Сегодня мы с вами будем заниматься геометрией, готовиться к сдаче основного государственного экзамена по математике. Тема нашего занятия сегодня – углы, связанные с окружностью. Итак, сегодня мы с вами повторим центральные и вписанные углы. Центральным называется угол, вершиной которого является центр окружности. Угол АОБ на рисунке является центральным. Он опирается на дугу АБ. Дуга окружности, соответствующая центральному углу, – это дуга, находящаяся внутри этого угла. Градусная мера дуги окружности равна градусной мере центрального угла. Дуга АБ равна углу АОБ. Следует заметить, что сумма дуг, образованных двумя точками окружности, равна 360 градусам. Вписанный угол – это угол, вершина которого лежит на окружности, а стороны пересекают эту окружность. Как связаны между собой вписанный и центральный угол? Угол, вписанный в окружность, равен половине дуги, на которую он опирается. А так как центральный угол равен дуге, на которую он опирается, или дуга равна центральному углу, которому она соответствует, то вписанный угол будет равен половине центрального угла. Свойства вписанного угла. Вписанные углы, которые опираются на одну окружность, равны. Все углы, которые опираются на полуокружность, которые стягиваются диаметром, еще говорят, прямые. То есть угол, вписанный, опирающийся на окружность, прямой. Это теоретические моменты, которые нам потребуются при решении задач. Итак, первая задача. По чертежу найти х. Рассмотрим условия этой задачи. Нам дан вписанный угол АВС, равный 75 градусам. И нужно найти величину центрального угла. Мы знаем с вами, ребята, что вписанный угол равен половине центрального угла, который опирается с ним на одну и ту же дугу. Значит, угол АОС будет равен двум углам АВС. Угол АОС равен 2 умножить на 75 градусов и равен 150 градусам. Рассмотрим задачу номер 2. Она уже немножко посложнее. Посмотрите. Нам дан треугольник АОВ с углом В равным 45 градусам. И нам надо найти величину угла при вершине О. Данный треугольник является равнобедренным, потому что он образован двумя радиусами. И хордой, соединяющей точки АВ. Если мы продлим наш радиус, то получим диаметр АС, и угол АВС будет вписанным. его величина дуги АС будет равна 90 градусов. Угол ВОС равен 180 градусам. Значит, величина угла АОВ равна 90 градусов, потому что центральный угол АОВС 90, сумма смежных углов 180, и угол Х будет равен 90 градусов. Эту задачу можно решить вторым способом. Через свойства равнобедренного треугольника. И это решение будет несколько проще. Угол А будет равен также 45 градусам. Тогда из теоремы о сумме углов треугольника, что сумма углов треугольника равна 180 градусам, следует, что угол Х равен 180 минус 2 умножить на 45, и угол Х будет равен 90 градусов. Хорошо. Идем дальше. Следующая задача. Дан угол ПОК, вписанный равный 32 градусам, нужно найти угол Х, КМП. Угол КМП является вписанным углом, опирающимся на дугу КП, на которую также опирается угол КОП. Величина угла КОП 32 градуса, а мы знаем, что вписанный угол равен половине центрального угла, который опирается с ним на одну и ту же дугу. Значит, величина угла Х будет равна 16 градусам. Следующая задача. Угол ВОЦ центральный, угол ВАЦ вписанный. Величина угла ВАЦ равна 55 градусам, нам нужно найти величину угла ВОЦ. Вписанный угол равен половине дуги, на которую он опирается, или половине центрального угла. Значит, величина угла Х будет равна 2 умножить на 55 и будет равна 110 градусам. Задача 4. По данным на чертеже найти величину угла Х. Итак, что же нам дано, ребята, здесь? Нам дан диаметр окружности. Нам даны хорды БД, ДС, БС, которые образуют некоторые вписанные углы. Величина угла ДСА равна 40 градусам. Нам нужно найти величину угла ДБС. Итак, вспоминаем. Диаметр стягивает полуокружность. Значит, величина дуги АДС будет равна 180 градусам. Угол ДСА является вписанным. Значит, он равен половине дуги, на которую опирается. Дуга АБД будет равна 2 умножить на 40 и равна 80 градусам. Дуга ДС – это разность дуг АДС и АБД. И значит, она равна 100 градусам. Найдем дугу ДБ. Угол ДБС – это вписанный угол. Угол ДБС вписанный, значит, он равен половине дуги ДС, на которую он опирается. Отсюда мы получаем, что угол ДБС равен 50 градусам. Итак, идем дальше. Еще одна задача на вписанные углы. Что нам дано по условию? Проанализируем чертеж. АД диаметром. Сразу вспоминаем, что мы знаем про диаметр окружности. Нам даны хорды АБ, БД, БС, которые образуют некоторые вписанные углы. Дуга АС равна 60 градусам. Нам нужно найти величину угла СБД. Итак, мы знаем с вами, что любой угол, который опирается на диаметр, прямой, значит, мы можем записать, что угол АБД равен 90 градусов. Дальше. СБА угол вписанный, он опирается на дугу АС, значит, он равен ее половине. Угол СБА равен одной второй дуги АС и равен 30 градусам. Угол СБД есть сумма углов СБА и АБД. Поэтому мы можем утверждать, что АБД плюс СБА в сумме дадут нам 120 градусов. Вот такая задача. Следующая задача. более сложная. И посмотрим, что здесь нам дано. Да, диаметр АД, диаметр БК, хорды АБ, АС, СД и значение вписанного угла СДА, БЦК и нужно найти угол БАД. Что можно сказать по данному рисунку? Что мы можем сразу, какие выводы сделать? Так как АД диаметр, то угол АСД равен 90 градусов. И значит, в треугольнике АСД прямоугольном угол Д равен 50 градусов, а это означает, что угол САД будет равен 90 градусов минус 50 градусов и будет равен 40 градусам. угол БАС и БКЦ опираются на одну дугу. Угол АБЦ равен углу, равен половине дуги БЦ и этой же половине равен угол БКЦ. АБЦ, значит угол АБЦ равен 20 градусам. И находим угол БАД. Он равен сумме угла БАЦ и САД, то есть равен сумме 20 и 40 градусов и равен 60 градусам. Итак, ребята, мы повторили с вами вписанные углы, центральные углы, и я думаю, что этот материал вам пригодится. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ